Чудесное время и теплое море. Вы нашли и жару, да, вы нашли время, выделили это время для Господа. Вы большие молодцы, с чем я вас поздравляю. И я хотел бы с вами сегодня поразмышлять над такой темой. Как нам проходить через испытания, страдания, искушения, сложности. В своей жизни. И как будто мы двигаемся все в одном духе. Вот что Оля сказала, что пастор сказал вступительное слово. Мы не договаривались. Да, но почему-то вот есть такое побуждение поговорить именно сегодня с вами об этом. Давайте мы сейчас склоним наши сердца и помолимся. Отец Небесный Господь, мы сейчас обращаемся к Тебе и взываем Тебе в единстве Духа. Просим Тебя, Господь, Духом Своим Святым сейчас наполни все внутри нас, все вокруг нас. Приготовь, пожалуйста, нас к Твоей трапезе. Пожалуйста, накорми нас сейчас Твоим словесным молоком. На хранение с словесното Тебляко. Пусть это слово, не ка това слово, которое ты сегодня нам скажешь, което ти ще ни кажешь днес, пусть оно будет живым, действенным, не ка бъде живо, действенным. Полезным. Полезным. Полезным для Духа, для тела. Полезно за Духа и за тялото. Пусть это слово и не ка това слово произрастет в нас и даст прекрасный плод. Израсне в нас и даде хубав плод. Молимся во имя Иисуса Христа. Молимся во имя Святия Дух. Амин. На Иисус Христос. Да. Сегодня слово будет такое краткое, недолгое, поэтому прошу набраться немножко терпения. И днешне вам краткое слово. Конечно же, эта тема, о которой мы с вами сегодня говорим, она не нова. Разбирается та же тема, по которой мы говорим не нова. Мы много раз уже с вами говорили, размышляли. Много пыта с вами говорили с вас и смеси мыслили. Мы подробно с вами разбирали книгу Иова. И подробно разглеждах ми книгата на Иов. История его жизни, его служения. История его общения с Богом. История развития его отношений с Богом. Возможно, сегодня кому-то хотелось услышать что-то такое легкое, ободряющее. Но, опять-таки повторюсь, что есть побуждение от Господа именно поговорить с вами об этом. Днес имам побуждение от Господа да поговорим на тази тема. Сейчас все мы видим, да, что происходит вокруг, в нашей жизни, в нашем мире. Всички виждаме какво се случва около нас, в нашия свят. Мы видим и даже слышим как трещит тот мир, в котором мы привыкли жить. Виждаме и чуваме как се пука света, в който живеем. Он не то, что трансформируется, он ломается. То и нечи се трансформируем и се причупва. Происходят очень много разных событий. И се случват много различных событий. Хороших, не очень. Но все мы с вами понимаем, что мир, не то, что он изменился, он абсолютно другой. Да, как же нам проходить через все это? Как нам не потерять отношения с Иисусом и нашу веру? Церковь, сейчас вот обращаюсь к вам. В самом начале нашей с вами христианской жизни обязательно были люди, которые нам евангелизировали и говорили о Христе. Было такое. Каждому, да, из нас когда-то кто-то говорил об Иисусе. Помните те слова, которые вам говорили? Приходи к Иисусу. Все будет супер. Приходи к Иисусу, все твои проблемы будут решены. Так? Можем сказать на это аминь. Аминь. Так и было. И такая и беша. Ты забудешь про все свои проблемы. Все будет хорошо. Никто нам не говорил. Никто не не колいました. Придя к Иисусу, ты переживешь кучу проблем. Ча идвайки при Иисус, ще переживаешь много проблем. Что в твоей христианская жизнь тебе придется столкнуться с кучи неприятностей. Че в христианские сезиво, ще се сблъснеш с много неприятностей. Тебе придется сдавать духовные экзамены. Ще трябва да минаваш духовни испити. По мере твоего духовного роста. Според мятката на духовнест brown Тебе придется пройти испытание? Придется пройти определенную подготовку и укреплять свою веру. Постоянно. Как вы считаете, при евангелизации такое говорят люди? Вряд ли, да? Эдва ли. Давайте вспомним, а как Иисус призывал своих апостолов? И нека займись вспомним, как и призывал Иисус своих апостолов. В Евангелии от Марка говорится. Иисус пришел и сказал, пошлите со мной. Оставьте все. Я сделаю вас ловцами человеков. Овцы. Ловцами человеков, да. Как вы считаете, Иисус знал, как закончить жизнь апостолы? Как смятаете, знал ли Христос, как ще приключи живота на апостолите? Что бы случилось, если бы Иисус сказал им, ребята, идите за мной и вы умрете с самой мученической смертью? Вряд ли бы кто-то последовал за Иисусом. Но именно это стало началом огромных изменений. Обаче точно това беше началото на големой промени. И с служения апостолов и от служения апостолите перевернулся весь наш мир. И именно христианство началось от служения апостолов. Именно христианство то и започнало от служения апостолите. Аминь. Когда мы с вами говорим о Христе неверующим или новорожденным, мы делимся о том, как с Богом жить хорошо. И куда-то с вас говорим за Христос на новорождении, и говорим, как колко и добре живота с Христос. Как хорошо жить в свободе от греха. Колко и добре доживем в свободе от греха. Буквально все сферы своей жизни мы отдаем под полный контроль Господу. И все складывается отлично. Конечно же мы взываем и говорим, Господь, види меня. Направляй меня. Подкрепляй меня. Наставляй меня. Те отличия, которые возникают в жизни между первой встречей с Иисусом Христом и более глубоким осознанием нашего христианства объясняется нашим духовным ростом. От младенчества до зрелости. Это как в человеческой жизни. Пока ребенок маленький, у него детские цели, детские задачи, детские ошибки. Задачи, грешки. У него отношения на уровне дай, хочу. Это мое. На уровне каких-то детских капризов. Отношения нас, родителей, к маленьким детям соответствующие. В таком возрасте нет каких-то больших ошибок. Все на уровне баловства или шалостей. На тази возраст няма някакви грешки. Просто всичко и като игра. Своих маленьких детей мы не особо и ругаем, наказываем. И не даже не секарами много на малките си деца. Мы растем через испытания сложности. Растем через испытания и сложности. А иногда даже через страдания. По-някога даже и через страдания. Ошибки в зрелом возрасте. Грешки в зрелом возрасте. В том числе в нашей с вами христианская жизнь. Включи в христианские неживот. Зачастую это уже совершенно другой уровень. Баловством уже не является. Вече няма игрички. А очень часто это связано уже с грехом. Пак много често вече сверзано с греха. Давайте мы откроем первое место писания. И нека заедно утворим первое место. Это первое послание апостола Петра. Четвертое глава. Четвертое глава с первого по шестой стихи. Четвертое глава с первого по шестой. От первого по шестой стихи. Нашли? Давайте я прочитаю. На проекторе на болгарском языке можете читать. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье, и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духов. Аминь. Читая эти строки, надо понимать, кому они изначально адресованы. Судя по контексту, апостол Петр говорит их, эти слова, для христиан. Според контекста, апостол Петр насочва тези думи к христианите. Для христиан из числа иудеев и язычников. Потому что там перечисляются те грехи, которые были присущи именно язычникам. Но мы можем сказать, что апостол Петр обращается к церкви. То есть к нам с вами. В первом стихе он пишет, что Иисус пострадал плотью. И в первом стихе пишет, что Христос пострадал по плот. И страдающий плотью перестает грешить. И пострадали по плот оставят греха. Мы знаем с вами, что Иисус понес, перенес неимоверные физические страдания. Мы знаем с вас, что Христос е преминал през много тяжкие физические страдания. Но вот эти строки у многих людей могут вызвать недоумение. Тези рядове может не ги разберем. Даже у верующих. Даже у верующих. В нашем понимании может произойти какой-то надлом. Неужели Бог, Который милостивый, благой, в Котором мы верим и принимаем своим Спасителем, Самый настоящий садист. Что Богу нравится, когда мы страдаем. Когда нам больно. Если мы болеем. Если у нас какие-то тяжелые душевные переживания. Сразу возникает вопрос, зачем, за что. Почему нам достаются в жизни тяжелые физические страдания. И это место может быть расстолковано с очень большим перегибом. И можно предположить, что во времена Инквизиции. И можем предположить, что во времена Инквизиции это. Это было, наверное, одним из самых основных мест Писания. Для оправдания своих действий. За оправдания на действия им. Дорогие, можно по-разному относиться к подобным явлениям в нашей жизни. И можем по различным начинам да се относим к подобным явлениям в нашей жизни. Кто-то принимает сложные жизненные этапы, как наказание. И некой приема тяжкие жизненные этапы, как наказание. Последствия греха. Последствия на греха. Кто-то приписывает происходящие ситуации в заслугу дьявола. Мы все сваливаем на него. Это он меня искушает. Это он виноват. Поэтому у меня все плохо. Поэтому я болею. Поэтому у меня проблемы в бизнесе. Поэтому у меня проблемы в семье. Именно поэтому наша церковь или наше собрание подвергается каким-то гонениям. Мы точно определяем. Вот эти вот проблемы возникли именно по этой причине. У кого-нибудь в жизни бывало такое? Вы переживали такое? Аминь. И очень часто Мы ищем какое-то логическое объяснение происходящему. Давайте мы еще раз вспомним. Фразу, да? Иисус пострадал плотью за нас. Во втором стихе написано. И во втором стихе пишет. Что Бог не применяет испытания и страдания как меру наказания. Че Господь не использовал страдания и наказания как меру наказания. Давайте еще раз мы посмотрим второй стих. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. За да живете презуставлено в целое время не вече по человеческие страсти, а по Божьей воле. Аминь. Итак, Бог не применяет испытания и страдания как меру наказания. Господь не использовал страдания как меру наказания. Потому что нигде в Библии не пишется, что страдания носят какой-то божественный благотворительный характер. Благотворный. Но пишется, что через страдания закаляется наша вера. Обаче пишет, что через страдания эта вера не стала по-силна. Бог использует это, чтобы что-то донести до нас очень важное. Использует это как возможность. Урок или опыт. Как написано, очистить нас от греха. Как написано в третьем стихе. В прошлой жизни мы все достаточно набрали грехов. Набрали такой хороший, неплохой багаж. Из наших грехов. Аминь. Который Иисус уже искупил. Давайте мы обратимся к следующему месту Писания. Это послание Якова. Первая глава. Послание Яков. Первая глава. Со второго по четвертый стихи. Вторый и четвертый стих. И с двенадцатого по шестнадцатый. От двенадцати до шестнадцати. Все вы знаете хорошо, прекрасно эти места Писания. Писачки Гиб узнавайте те за места. Давайте я прочитаю. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Аминь. Из двенадцатого стиха. Здесь говорится про испытание и искушение. Дорогие, а какое различие между этими двумя понятиями? Кто знает? Искушение и испытание. И там, и там проблемы. И там, и там, и мы проблемы. Но. У бачи. У них разная природа. И разный источник. И различный источник. Как мы прочитали, Бог никогда никого не искушает. Как мы прочитали, Господь никого не искушал. Он испытывает нас. То и не испытывает. Цель этих испытаний. И целта на тези испытания. Сократить дистанцию между человеком и Богом. Да се сократить дистанция между человеком и Господом. Обрести близость с Господом. Да придубим близость с Господом. Укрепить веру. Да укрепим нашу веру. На принятие откровений. Какая цель искушений? По каквая целта на искушение-то? Кто знает? Что? Убить и погубить. Цель искушений. И да погубим. Это вовлечь нас в грех. Цельта на искушение-то. И да не вовлечь нас в греха. Да не примахни от пыта. И заманить нас в болото греха. И да не вмыкни во блату то на греха. Кто автор этой природы, вы понимаете, да? Коя автора на тази природа не разбирами. Аминь. Фух. Вы знаете, моя жизнь, наверное, она тоже не исключение. Животами, если что, не исключение. Я тоже пережил достаточно много потрясений и страданий. Я, если что, переживаю много потрясений и страданий. Со стороны может показаться, что у меня жизнь вполне благополучная. И у остальных, может, видите, чей животами достаточно благополучен. Молодой красивый парень. Молод, красив, молодежь. Но о некоторых обстоятельствах в моей жизни многие, наверное, не знают. За некое обстоятельство в мой живот мнозин от вас не знает. 12 лет назад. Прежде 12 годин. Трагически скончался мой старший брат. Трагично загубих брат. Мой родной брат, который был старше меня всего на 5 лет. Родния ми брат, который был по-голям от меня 5 лет. И, скажем так, это событие было таким огромным потрясением для моей семьи, для меня. Это событие было огромное потрясение за меня и за мое семейство. На тот момент я был лидером нескольких служений в церкви в Казахстане. Вы не представляете, было огромное количество вопросов. В какой-то степени даже таких претензий. Мне было абсолютно непонятно. Суть всего происходящего. Почему так получилось? Это очень сильно подкосило моих родителей. Ну, скажем так, рано на сердце она, конечно же, остается. Хотя Господь, конечно, ее затянул. И тот период моей жизни. Он был очень насыщенным на такие вот события. За очень короткий промежуток времени. За много краток период от времени. У меня скончалась бабушка. Пучина и бабами. Скончался старший брат. Пучина погулями ими брат. Через два дня после похорон я попадаю в аварию. След две дни попадам в катастрофа. Причем на абсолютно пустой дороге. На абсолютно праздник под... Вы не представляете мое состояние. Не не представите мое состояние. Я был буквально, как сказать... Бях просто... Размазан тонким слоем. Размазан. Вот. И... В то время у меня в голове просто звучала вот такая одна фраза. И по нова время просто в головата ми звучаше една фраза. Бог все знает, Бог все видит. Че Господь знает всичко и Той вижда всичко. Именно в такой момент твоего душевного состояния... И точно в този момент на таково душевно состояние... Осознаешь ответственность за свое дальнейшее действие. Ти осознаваш последствията за свои действия. Именно в такие моменты... Точно в такива моменти... Я буквально физически ощущал... Аз физически усещах... Че мен ме наблюдават... Как небеса... Както небесата... Так и беси. Така и бесовете. Прокляну ли я Бога... Дали ще прокълна Господ сега... Задам ли я какие-то глупи, тупи въпроси... Дали ще му задам някакви тупи, глупи въпроси... И что я буду делать? И какво ще правя? Буду ли я высказывать свои претензии и недовольства? Дали ще изказвам свои претензии и недовольства? Слава Богу, этот период... Не пережили? И слава на Бога, преживяхме този период. Да. Пять лет назад я пережил развод. И преди пет години я преживях развод. Достаточно болезненный. Достат болезненный. После почти семнадцати лет семейной жизни. После почти седемнадцати години брак. Было ли для меня это потрясение? Дали ли беше потрясение за мен? Страдание. Страдание. На то слово. Я мандуми, да. Да, този свят, който се упитвах да построя. Он разрушился. То есть разруши. Ничего другого нет. Ничто другого няма. Вокруг пустота. Наоколо саму празнута. Как жить? Как доживея? Что делать? Как вода правя? Куда стремиться? Кам как вода се стремен? А какими у меня остались цели? Какви цели ми устанаха? Сколько было вопросов? Колку вопроси имах. Без ответа. Без отговор. Были ли в моей жизни страдания? Дали имах в живота си страдания? Вы не представляете, сколько их было. Не себе представите, колку. Порой я сам даже не знал и не понимал, что я смогу вынести, а что нет. И понякога сам не разбирах, какво мог да преживея, пак какво не. Два года назад. И преди две години. На старте моего нового бизнес-проекта. Когато бизнес-проекта ми стартираше. Меня обманули на очень крупную сумму. Мен ма излагаха за много голяма сумма. Ну, так бывает в бизнесе. Така все случива в бизнесе. Я доверился не тем людям. Доверихся на грешните хора. Вот. То есть я попал в долги. И имах голям долг. Больше 20 тысяч евро. Повече от 20 тысяч евро. Понимаете, да, что при моем скромном доходе, когда пандемия только началась, когда становились почти все бизнес-процессы, я должен был дать такую сумму в короткий промежуток времени, которая на тот момент казалась просто нереальным. Было ли мне тяжело? Очень. Друзья, а где найти силы? Чтобы не сломаться. Чтобы не перегореть. Чтобы не опустить руки. Не впасть в отчаяние. И не попасть во власть греха. Как? Совершал ли я ошибки? Конечно. Впадал ли я в безысходность? Был ли у меня упадок настроения и сил? Конечно. Было такое. Было такое. Но. За время всех описанных ситуаций, я ни разу не отклонился от служения. Я не пропустил ни одного служения. Я не отказывался ни от каких просьб и поручений. Я не давал места депрессии хандри. Я не отменил ни одного домашнего служения. Я участвовал в каждом прославлении. Пожалуйста, не подумайте, что я сейчас хвастаюсь, какой я сильный и супер духовен. Не-не-не, речь не об этом сейчас. Я хвастаюсь моим Господом. А сихвалясь с Господа си. И если бы в моей жизни не было Бога, я не уверен, что смог бы я пережить определенные этапы своей жизни и справиться с ними. Я сейчас делюсь с вами своим опытом. Я делюсь Божьим наставлением, как воспринимать и переживать страдания. В это время сложное. Я очень сильно искал его. И именно в такие моменты ощущаешь невероятную близость к Господу. Сердце открывается не на 180, на 360 градусов. Ты стараешься уловить каждый шорох. И ты стараешься, да чуешь всякий един звук. Каждый шепот. Всякий един шепот. Каждая слово от Господа. Всяка дума на Господа. Твои духовные рецепторы, они настроены просто неимоверным способом. И духовные рецепторы все отворят просто наполно. Очень чувствительные. Ставаш много чувствителен. Именно Иисусу доверяешь то, и доверяешь на Иисус то, что не можешь сказать самым близким людям. Което не можешь докажешь и на най-близките хора. И проживая такие ситуации, ты лучше понимаешь Бога. Ты лучше понимаешь, что чувствовал Иисус, когда Его предали. Ты понимаешь сердце Бога, когда Иисус был оставлен на кресте один. И разбираешь сердце это на Господа, когда Христос был оставлен сам на крыста. Друзья, страдания, испытания и проблемы это отличный шанс быть ближе к Богу. Стать более чутким к Его желаниям. Его планам. Кам плановит Ему. Божья воля. Это реальный шанс. И твой истинский шанс избавиться от греха, избавиться от плохих привычек, и изменить свой характер. И таким шансом надо воспользоваться. Воспользоваться правильно. Друзья, ищите Его. Приятели, търсете Его. Усиливайтесь в служении другим. Ставайте по-силни в служението на другите. Наш Бог точно не е садист. Наши Господи не е садист. И испытания от Него нам во благо. И испытания от Него са не за благо. Давайте посмотрим еще одно место Писания. Нека погледнем още одно место. Это книга Пророка Езекиил. 37 глава. Книгата на Пророка Езекиил. Езекиил. Какая глава? 37 глава. С 1 по 10 стихи. От 1 до 10 стих. Это такое очень знаменитое, известное пророчество. Твое много познатого пророчества знаменитого. Откровение от Пророка Езекииля. Откровение на Пророка Езекиил. Давайте я прочту. Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля. И оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля. И вот они весьма сухие. И сказал мне, сын человеческий, оживут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, из реки пророчества на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям всем. Вот, я веду дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть. И покрою вас кожу, и веду в вас дух, и оживете. И узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение. И стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, из реки пророчества духу, из реки пророчества сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчества, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили. И стали на ноги свои весьма, весьма великое полчища. Аминь. Ох, какие слова. Ох, это как ведумие. Ох, Господь способен вернуть надежду там, где она потеряна. Господь способен вернуть надежду там, где твои загудки. Вдохнуть жизнь даже в безжизненные сухие мертвые кости. И вдохнуть живот даже в безжизненные сухие кости. Воскресить каждого, кто заживо умер духовно. Мертвые кости или ткани способны ожить внутри тебя. Ты способен стать источником живой воды для всех окружающих. Ты способен достанешь источник на живота вода за всички, которые они заубикали. Итак, восстань из праха. И требуется исправим от праха. И облекись во всеоружии Божьи и Слово Божье. Это просто. Встань. Станю от праха и все обличьи со Слово Божьей на Господь. Прошу прощения. Итак, хочу сказать, что на сегодня моя старшая дочь учится за границей. Мой сын служит со мной в группе прославлений. Мои родители сегодня активные члены своей поместной церкви в Казахстане. Принимают активное участие в служении своей домашней церкви. Мне удалось погасить все долги. Аминь. Слава Господу. Давайте мы посмотрим еще место Писания. И будем закругляться. Это первое послание апостола Петра. Порву Петрову. Четвертая глава. Четвертая глава. С 12 по 19 стихи. От 12 до 19 стих. Если нашли, я прочитаю. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны. Ибо дух славы, дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Аминь. Итак, апостол Петр пишет, чтобы мы с вами радовались. Апостол Петр пишет, да все радовались. Когда приходят страдания за имя Иисуса. Идут страдания за имя Христос. Потому что в явлении славы Его мы с вами восторжествуем. За что-то вы в славу не ищите торжествовыми. Ох, ободряющее обетование. Аминь. Вае много вдохнув я, во что обетувание. Апостол Петр не призывал прославлять Бога за такую участь. Пострадать за имя Его. Эти апостолы ведут себя правда как блаженные. Заметили, да? Иаков. Петр. Они говорят, чтобы мы радовались. Когда приходят проблемы в нашу жизнь. И когда идут проблемы в нашу жизнь. Они говорят, но радуйтесь. Те говорят, радвайте се. Тому, кто упал на самое дно. Този, кто падает на дно. Ему говорят, радуйся. Казват ему, да се радва. Обратили внимание? Обърнат ли внимание на това? Итак, друзья. Какие бы неразрешимы проблемы ни казались. Каквито и тежки проблемы да имаме. Сейчас в вашей жизни. Сега в нашу жизнь. Радуйтесь. Трябва да се радваме. Аминь. Аминь. Ищите Господа. Трябва да търсим Господа. Бегите в собрание. Да тичеме в собранието. Служите людям. Да служим на хората. Наставляйте Слови Божьи. Да се наставляваме в Божието Слово. И радуйтесь. И да се радваме. Аминь. Аминь. Давайте склоним свои сердца. Нека преклоним сердца си. И помолимся. И се помолим. Дорогой Господь. Скъпи Господь. Обращаемся сейчас к Тебе. Спасибо Тебе, Господи, за Твое Слово. Спасибо Тебе за то, что Ты даеш нам мудрость понимать Твое Слово. Господь, дай нам силы. Да не дадеш силы. Проходи через все страдания и испытания. Выходи из них победители. Господь, мы верим, что Ты уже все победил, все сделал. Позволь только нам принимать Твое обетование в свою жизнь. Принимать Твою победу в нашу жизнь. Какие бы ни были испытания. Какие бы страдания ни были. Помоги нам, Господь, иметь эту совершенную радость. По Тебе. За все Тебе благодарим, Боже. Превозносим Твое Святое Имя. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы прославим нашего Господа. Неко прославим нашего Господа. Давайте мы поднимем.